добрый день с вами на связи светлана брагина и сегодня мы с вами будем создавать на шапку для блога сейчас мы с вами находимся в программе power point и приступим к созданию нашей шапочки для того чтобы создать хедер как он еще называется нам необходимо сначала сделать подложку ее можно сделать двумя вариантами первое это с интернета найти готовый шаблон хедера и далее просто наполнить его свои фотографии и заголовками к блогу либо можно с помощью этой же программы есть такая функция на панели у нас если мы зайдем во вкладочку вставка фигуры и здесь мы можем выбрать например можно взять прямоугольник с прямыми углами либо взять прямоугольник с закругленными углами мы возьмем с прямыми и теперь просто берем и растягиваем этот прямоугольник и вот наша подложка готова что вы с ней сможете сделать если вас не устраивает цвет это стандартный цвет по умолчанию то как его можно изменить мы нажимаем правой кнопкой мыши на подложку и здесь у нас выскакивает вот такое вот меню здесь нам нужна строчка формат фигуры и в появившемся окошке мы выбираем заливка фона вот у нас идет цвет мы нажимаем вот на эту стрелочку и здесь пожалуйста вам множество всяких цветов где вы можете выбрать именно тот цвет какой вам подходит по стилю вашего блога ну давайте выберем какой-нибудь для примера вот такой светло-голубой все и далее вы можете приступать к созданию вашего хедера но я буду делать шапочку блога с готовым шаблоном который я нашла в интернете поэтому я сейчас это все уберу и загружу готовой шапочку для этого мы также заходим во вкладку вставка далее рисунок и вот он мой шаблон нажимаем вставить и станут для моего блога необходимо шапочка размером 960 пикселей на 198 пикселей размер этого хедера у меня чуть великоват поэтому я его чуть чуть уменьшу уменьшаем мы вот здесь в правом верхнем углу есть у вас такое вот значение высота и ширина фигуры мы ее чуть уменьшим все теперь что здесь можно еще сделать здесь можно поработать с форматом этого самой шапочки то есть подложки как это можно сделать у нас шапочка выделена и здесь есть вот такое значение эффект для рисунка для рисунка мы их нажимаем и вы смотрите у нас есть тут несколько заготовок мы можем их если будем нажимать то увидите будет происходить изменение то есть если мы вот на эту выберем значение то у нас как бы наша подложка чуть округляется то есть у нее появляется объем если мы выберем вот такой эффект то наша подложка также имеет уже объем но при этом у нее эффект как бы парение в воздухе очень красивый эффект мне он очень нравится я очень часто его использую при создании своих хедеров и футеров для писем очень красиво смотрится сейчас посмотрим дальше что еще здесь есть также можно сделать эффект есть тени то есть можно поиграть здесь тенями отображение можно сделать чтобы вниз шло отображение вашей шапочки свечения но это я считаю для блога это не нужно мы с выберем вот такой эффект пусть будет просто выпукл я считаю для блога не не нужно никаких дополнительных эффектов так как блог у нас деловой и будет смотреться не очень корректно давайте мы чуть-чуть поправим чтобы у нас по центру стояла шапочка теперь я хочу добавить на эту на на мой хедер свое изображение для этого мы также нажимаем вставка рисунок теперь я выбираю свою фотографию фотография обязательно должна у вас быть формате png то есть фотография должна быть без фона вот моя фотография я ее сюда размещу далее теперь нам необходимо сделать надписи для этого мы опять же выделяем нашу подложку и мы с вами переходим опять же вставка и здесь есть такой значок word art называется мы на него нажимаем здесь у нас мы видим множество всяких форматов каким мы можем писать наш текст вы здесь также смотрите по вашему стилю то есть какого цвета у вас подложка чтобы сильно при этом смотрите не выбирайте сильно яркие цвета то есть желтый зеленый оранжевый это конечно не рекомендуется для я выберу такой белый цвет и теперь мы с вами напишем текст название моего блога блог светланы брагиной нам надо чуть уменьшить размер я его выделяю этот текст перехожу на главное выберу шрифт выберу я тахома я выберу и чуть уменьшу размер но здесь мы пока оставим такой потом подкорректируем потому что нам еще писать вторую надпись чуть повыше это я подниму и теперь я хочу чуть чуть поиграть с текстом чтобы он у меня был объемный и красиво смотрелся для этого мы также выделяем текст переходим опять во вкладку формат и здесь у нас есть опять же вот такой элемент как эффекты для фигуры опять же мы выбираем и здесь мы смотрим что вот если мы опять же выберем вот этот заготовку номер 4 то вы видите у нас как бы надпись парит в воздухе вот я сейчас оставлю вот видите она как бы поднялась опять я выделяю также можно здесь делать вот в этой стороне здесь можно поменять заливку текста если мы здесь будем как видите он меняется то здесь вы можете корректировать на свой вкус как вы хотите также здесь есть контур текста можете изменить вот смотрите то есть как бы ваши буковки обводятся другим цветом то есть так ой вот это очень красиво получается и также здесь есть анимация вот тоже которую можно менять текст то есть можно здесь сделать и вот через эту вкладочку и можно также через эту вкладочку но для этого обязательно сначала выделить нужный текст и сейчас вот мы с вами поработаем с текстом чуть-чуть его сделаем рельефным чтобы было красиво он смотрелся сделаем рельеф сейчас посмотрим здесь у нас смотрите есть эффект то есть будет тень уходить снаружи идти то есть как бы наверх получается да а есть еще также вовнутрь то есть буковки как бы тоже приподнимаются получается у нас вы наводите на каждую буковку и видите у вас сразу меняется ваш шрифт то есть ваш текст меняется вы можете тем самым подобрать именно то что вам нравится мне вот этот понравился сейчас мы еще нет я наверное больше ничего не буду делать так теперь нам необходимо написать название нашего блога то есть блог сначала мы пишем чей этот блог я написала блог Светланы Брагиной теперь мы пишем как именно называется наш блог о чем мой блог также мы заходим ставка значок ворд арт и опять же выбираем тот стиль каким вы хотите чтобы был написан ваш заголовок пишем успеха малым так теперь мы также ее выделяем сначала заходим на главная вкладка меняем шрифт на тахома далее размер чуть уменьшим давайте пока 36 оставим потом если что скорректируем так сейчас мы перенесем пониже так так чуть повыше надо сейчас так теперь так же мы поработаем с текстом придадим ему фактуру красивую переходим переходим формат здесь также можете поиграть если хотите с заливкой текста текста сейчас мы посмотрим я наверное так и оставлю первоначальный вариант который был не буду трогать так анимация анимация тень тень сейчас посмотрим какую нам выбрать отображение 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 здесь вы смотрите то есть первый вариант отображения минимальный и чем дальше вы выбираете тем он максимально отображается вниз ваш текст мы выберем вот такой первый вариант он не очень сильно выделяется но при этом красиво смотрится так сейчас мы посмотрим так надо посветлее сделать а то сильно темная получается нижняя часть так наверное вот это я бы тоже поменяла наверное на этот же формат вот такое нам надо вот теперь красиво так и вот наша наша шапочка готова меня полностью все устраивает и теперь для того чтобы нам ее вставить на блог нам необходимо сначала вырезать для этого я использую программу clip to net мы нажимаем на эту программу так вырезаем смотрите чтобы сильно у вас не было не оставалось много белых краев иначе у вас это будет выделяться на блоге сохраняем сейчас я выберу папку так напишем шапка для блога нам нам осталось ее установить на блог мы идем с вами в консоль моего блога здесь нам с вами необходимо перейти внешний вид темы так здесь мы выбираем заголовок теперь это вот постояла моя старая шапочка сейчас я ее хочу поменять мы для этого выбираем для того чтобы загрузить нашу шапку сначала выбираем файл наш какой мы сделали и нажимаем загрузить вот наша шапочка обрезать и опубликовать или можно выбрать не обрезать и опубликовать как есть давайте мы попробуем сначала не обрезать и опубликовать как есть и посмотрим что у нас получилось вот такая у нас получилась красивая шапочка вот собственно и все что я вам хотела сегодня показать создавайте свои хедеры таким же образом кстати вы можете делать себе хедеры на ваши письма успехов вам до скорой встречи в следующем видео в следующем видео